Ахмед Шалинский может стать главным чеченским мафиазией и подвинуть бизнес с позиции гуля. Но произойдет это не раньше осени. В Челябинской области суд вынес решение по делу вора в законе Ахмеда Домбаева, известного как Ахмед Шалинский. Чеченского законника приговорили к 8 годам административного надзора, при этом у наказания отложенный срок. Оно начнет действовать с 9 октября 2019 года. В настоящее время Домбаев находится колонии номер 15. По информации Разбалта, 8-летний административный надзор вора в законе получил за то, что руководство колонии, где он просидел уже почти 10 лет, указало на злостное нарушение им установленного порядка. В исправительном учреждении его называют рецидивистом. Во ФСИН также попросили суд в течение 8 лет после освобождения запретить пребывание авторитета вне дома с 22 часов до 6 часов, покидать район проживания и обязать два раза в месяц отмечать суд надзирателя. Суд удовлетворил это ходатайство. По оценке источников Разбалта, Ахмед Домбаев может подвинуть в рыночном бизнесе азербайджанские криминальные кланы, включая Надира Салифова, Гули. Ахмед 2.йогпг как пишет Разбалт, оперативники полагают, что выход вора в законе оживит и чеченские криминальные круги. Основные чеченские законники, Ислам Большой, Гелани Седой, Азиз, Хусейн Слепой, проживают на родине и не влияют на криминальный мир Центральной России. Ранее предполагалось, что место вора в законе номер один в Чечне может занять Азиз Батукаев, но надежд тот не оправдал. Теперь в республике ожидают освобождение Домбаева, который может стать главным чеченским мафиазией. На Домбаева также делают ставку впереди резон влияния с азербайджанской криминальной диаспорой не в пользу последней. Представители крупного бизнеса не заинтересованы в ситуации, которая имеется сейчас. На рынках действует сразу несколько разрозненных групп, остатки клана Ровшина-Ленкаранского, бригады Вагифа-Сулейманова, часть бригады Алибада-Гамедова, Годжи, и представители клана влиятельного Надира Салифова. Ахмет-3.ЙОК ПГМ Между группировками часто случаются конфликты, заканчивающиеся убийствами. Крупные бизнесмены однозначно предпочли бы одного властного мафиазии. Предполагается, что им может стать Ахмет Шалинский. Известно, что вор в законе является поклонником спорта, незамечен в употреблении наркотиков, религиозен, с юности знаком с колониями, где провел большую часть своей жизни. Последняя его отсидка, где его и короновали, произошла из-за громкого преступления. В 2009 года крупная компания из КНР перевозила в столицу крупную партию обуви. Четыре фуры остановили сотрудники ДПС. К месту также подъехали внедорожники с чеченскими номерами. Среди прочих в них находился и сотрудник ФСБ Евгений Журавлев. Он объявил удивленным дальнобойщикам, что товар изымается как контрабандный. Вскоре стало известно, что весь его пустили в оборот и распродали. Сначала вышли на Журавлева, а вслед и на Домбаева, который был объявлен организатором преступления.